И всем привет ребята, вот и наша новая серия по Митроэль, и помните я говорил, что вот эти вот ящички я начал копить. Да, я с самого начала сезона их вообще не открывал, старался по максимуму не пропускать и покупать билеты. Так в общем, 44 билета, один уже открытый, я больше не могу ждать. Я хочу открыть эти ящики, посмотреть что там дропнется, и по классике с этим пойти немного поиграться. Хотя я примерно знаю, там будет 250 тысяч почти всегда, но посмотрим, пушечки и золото там тоже падает, поэтому сегодня эти верстачки мы открываем, смотрим что там падает, надеюсь очень хорошее что-то. И идем просто поиграем немножечко. Ну а цель у нас сегодня будет 7819 лайков, на пару лайков больше чем в прошлый раз. Давайте соберем эту красивую цифру, и я снова буду копить эти же верстачки, чтобы открыть так же, но уже в конце сезона. И огромная просьба ко всем, кто все еще смотрит ролик без подписки. Ребят, нас уже почти 500 тысяч на канале, давайте уже быстрее соберем эту красивую цифру в полмиллиона. И также бонусом телеграмчик, поэтому QR-код на экране, ссылочка в описании. Залетайте, подписывайтесь, и иногда, скорее всего уже очень часто, я сижу там в чате по вечерам. Так что можно просто напрямую со мной поболтать посидеть. Но на этом больше не задерживаю, мы начинаем, погнали. Допустим, ты хочешь продать что-нибудь ненужное или купить что-нибудь полезное. При этом боишься, что тебя наебут, все продумываешь, что раз перестраховываешься, но в результате все равно все идет по пизде. Фанпэй поможет продать или купить игровые предметы или услуги, просто и без наебалова. Ну что, на балансе ровно 6 миллионов. Ну, 6 миллионов с копеечкой, в принципе, нам пофигу, цифра круглая. Так что посмотрим, сколько упадет по деньгам, и сколько упадет по броникам, пушечкам, и вообще, упадет ли там вообще хотя бы что-то. 44 билета, и один уже открытый. Поэтому помчали. Первый ящик. Нифиговенько, так-то первый ящик сыпет. Просто полмиллиона. Так, начало, начало интересное. Хотя бы не 250. Второй ящик. Ты серьезно? Это как работает, ребят? С каких пор этот ящик сыпет по полмиллиона? Подряд, два раза. Я начинаю верить, что, возможно, у нас что-то хорошее дропнется. Третий. О, во, вот она. Вот она, та цифра, которую я привык тут видеть. Давай, показывай, что еще тут есть. Ну, походу, все. Походу, дальше мы так и будем смотреть, что нам падает 250 тысяч. А билеты, кстати, тратятся очень быстро. Но копятся нифига не быстро. Опять 250. Блин, ну такое крутое начало. Два раза по 500. Че случилось-то? Ну, пожалуйста, можно пушку. Так, выйдем. Я не знаю, может быть что-то продать надо? Сайга. Продать. Окей. Это чисто подкормили удачу папы. Поехали заново. 24 билета. Не так уж и много на самом деле. Смотрим. А можно золото. Я хочу увидеть при открытии ящика золотое свечение. И очень хорошо обрадоваться. Если там что-то крутое выпадет. Ну, хотя бы просто пушку, вышку или броню. Все, игра начинает троллить. Но, кстати, заметьте. Ни разу не выпало 100 тысяч. Вообще ни разу. Оно типа 250 падает. Но оно хотя бы стабильно. Соточка ни разу не падала. Но, блин, баланс неплохо подрос. Как будто бы оно того стоило. Ну, чтобы накопить. Последние два ящика. Я не знаю, что сейчас надо сделать, чтобы оно резко хорошо насыпало. Два кейса. Я не верю, что что-то выпадет хорошее. И оно светится белым светом. Ну, я не верю, что что-то сейчас выпадет. 250 тысяч. Да, да, да. И смотрим. Последний ящик. Даже ни одного предмета брони не выпало. Ни одной пушки. Вообще ничего. И он опять белым светится. Не, это прям. Алло, разработчики. Надо это фиксить. Да, по деньгам приятно. Почти, вот прям чуть-чуть не дотянули. До 4 миллионов. Буквально еще пару кейсов, и было бы 4 миллиона прибыли. Но, блин, разработчики. Добавьте больше рейсов. Добавьте больше шансов на выпадение этих рейсов. Нам ни одна рука робота не выпала. Ни одна вообще. Ни одной пушки, ни одной брони не выпала. Но, тем не менее. Два раза по 500. Я прям прифигел сразу. Так. Вопрос. У нас пару миллионов. Может быть, откроем ящик с премиум оружием. И вот та пушка, которая выпадет, с ней пойдем подниматься. Че думаете? Я думаю, хорошая идея. Поэтому. 3-2 раз. Эсик. Смотрим. Уху-ху-ху. М. Это просто шикарно. М762. А у нас еще и самые приятные деньги имеются. А мы эту пушку еще и обвешиваем. Беремся. Нормальный. Полноценный. Затар. Ну и увидимся. Третья. Пятая. Седьмая карта. Поехали. Прям самый краешек карты. Короче. Вот прям. Супер цели взять поднять фулл 6. Нету. Но есть цель. Сделать парочку хороших боев. И я очень надеюсь. Берилл нам с этим поможет. Блин. Ну правда. Я не знаю. Мало кто с ним играет. Но на самом деле пушка классная. Вот прям реально классная. Нет. 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 Серьезно? Как? Просто как? Как ты не спалил? Это сейчас что такое было? Как он мог выбежать в упор и даже меня не спалить? Офигеть. Привет МК. Просто первый рандомный тип. Вопрос. А куда второй тогда делся? А. Ну второй может быть просто взял и свалил сейчас. Скорее всего так есть. Ты че? Ты что там забыл, дружище? Зачем ты туда залез? А у нас даже все осталось. Блин. Помчали заново. МК-шечку сейвим. На всякий случай. А так берем за тарчик и поехали. Ну вот. Вот это респа мне уже гораздо больше нравится. И причем мы забираем первого. Сразу залетаем на рожок. Короче приключения точно найдем. По идее прям тут где-то должен быть. Эй, куда ты лег? Я не хотел нажать. Че к чему? Я хотел нажать на... Блин. Боковой прицел. Какого фига он лег? О, кстати тип красный. Серьезно? Вот так вот просто шестой броник? Нормально. Он еще и на свинцовочке. Вот это я понимаю. Начало боя. По-моему судя по ботам. Кто-то лежит на руинах. Ну вот я прям уверен, что он там. И не вылазит же. Не парится. Окей. А что он тогда скажет? И если вдруг в него прилетит молит? Че не попал? Он спрыгнул. Просто обычные 99 типов тут и откисают. Даже не пошевелясь никак. Ну давай, пошли в упор что ли. Все. Боссик наш. Так и броня поломанная. Да пофиг она шестая. Вот еще без босса нормальная каска дропнулась. С одного магазина? А мне Берил все больше и больше нравится начинает. Один магаз. И минус босс. А это кто такой? Я просто только что думал, а куда лучше пойти. Блин, типы сами подойдут. Со Скорелькой. Че-то мне подсказывает, что бой будет очень хороший. Вот реально. По-моему я не зря решил пойти на школу. А, вот там еще и босс с дробашом. Так, ну у нас все шансы. По-моему он еще боссика не забрал. Боты залутаны. Чего? В смысле я сейчас не понял. А че к чему у нас боты залутаны? Может быть подскочить и просто молико дать? Но он же не за этой штукой. А! Чего? Ты меня так не пугай. Капец. Чего? Две МК топовых. Вопрос. Я это сейчас как утаскивать должен? Две топ МК-хи. Я просто в шоке. Реально просто в шоке. Ну, типа вторая тут остается. Все, у нас просто места нету. Я ж не могу без раскида пойти. Капец, я аж потерялся. Честно. Вот чего-чего. А то, что он вот прям тут сидит, я не ожидал. Я думал, что он где-то здесь все еще. Одна хоть босика оставил. А босик хочет откиснуть? Не хочу долго забирать его. О, а вот и шлем подъехал. Все, тут же валим дальше. Чтоб не задерживаться. Теперь надо обратно на рожок. Обачки. Это еще кто? Крас? Чего? Я не знаю, что в этой катке не так. И что тут происходит. Ну, типа рандомный бомж, который взялся, фиг пойми откуда, принес нам шестую голову. И вот после этого, как можно не ходить на третью карту? Ну, просто как. Ты пару киллов делаешь, все, ты шестерка. Шестерочка? Как я вовремя. И он тоже красный. Мне осталось только сумка. Вопрос. Это куда все спорят? Чего? Еще один. А нафиг нам эта скорелька нужна, в принципе? Пускай она, короче, тут и валяется. Тут у нас просто две топ-мкахи, голова и еще куча ресов сверху. Реально куча сверху ресов. Так, боюсь спросить, а там что за тип? Ну и где-то. Я хорошо слышал, что тут работал. А, все. Чего? Что началось-то? Просто объясните мне, что с этой каткой не так. А точнее, что с ее типами не так. И он тоже красный. Все. Дальше гоняем без раскида. А у тебя чего? А твой броник в случае... Не лучше моего? 500. А, ок. Понял. Твой все-таки получше будет. Самое кайфовое, что по итогу у нас и босс наш остался. Мы тупо забираем босса, идем на временного и оттуда на выход. А в этот раз не хватило. Сила. И та ваша пелочка. Блин. Почему степов так жирно падает? Но боссы прям пустые. С пулейком. А, нет, с трубашом. Ну, куда ты побежал? У него, по-моему, МКХ за спиной. Пожалуйста, хоть бы это топовое было. Если это золотая МК, это самый лучший бой на третьей карте за все время, что у меня был. И кто-то где-то топает. Ну, он-то нафига на меня сагрился. Так, хаешки полетели. Просто помнится, как-то я отъезжал от его хаешек. А что он зеленый? Он же раньше фиолкой падал. И, по-моему, с синим. И вообще, он раньше другой, по-моему, был. Куда в прошлом бота одели? Это не топ МК. Но она улучшенная. А я смогу ее тоже с собой утащить. Что, серьезно? Не хватает мест? Все. Помчали на выход. Нам просто нужно выйти, купить два топовых ремешочка и зайти на пятую, а потом на седьмую карту. Поэтому, поехали. Угу. Мы с запозданием. Но на школе. Не, хоть у нас и открытие ящиков сегодня было прям такое себе. Блин, ну, по сути, только деньги. Но вот удача, по-моему, все еще на нашей стороне. Короче, махом забираем босса. А дальше уже куда-нибудь пойдем. Который даже сам к нам спустился. Я почему-то думал, что это пофиксят. Ну, дружище. А, откиснуть? А, ну, по итогу фиолетовый. Ладно. Пускай будет. Просто пускай будет. Так, пошлите попускать. А кто у нас тут топает? Прям под нами. О, мне надо. А почему по мне? Ну, спасибо. Спасибо. Прям по мне зажал. Вот прям вовремя. Хе, кстати, мы выжили. Не знаю как. Упал еще и выжил. Ты че, мужик, я вот он сижу. Ты че свою хайе греешь не туда? По-моему, робот чутка заруинил ему все. Хорош. На меня не переключайся. О, во, во, во. Только не робот. И опять по нам, по-моему, зажали. А, ладно. Не по нам. Да, отстань, пожалуйста. Не, вот теперь я понял во всей мере, когда мне писали, что эти роботы капец как в файтах мешают. Не, теперь я тоже понял. Что ты че? Чего? Офигеть, все эти типы сыпят. Это что такое? Не, я не знаю. Я то ли че-то тыкнул где-то, наверное. То ли просто как-то фартит. Ну как так? Что на третьей карте? Что здесь нам просто со всех и все падает. Вот он. А, ой. Помер. А почему помер? Вот почему. Я щемкаху возьму. Ну вот правда. Лег и даже не шевелится. Какого фига? Коллиматор. А как живем? Как он выжил? И вопрос, куда мой шлем делся? У нас по идее еще должен быть шлем шестой так-то. Опять он там лежит. Вообще ничему не учит его. Ну вот от слова совсем ничему ничего не учит. Так. Это нам надо. Тоже. Сейчас пойдем шлем искать. Там просто где-то шлем шестой валяется. Тем более мой. Ну нормально так пострадал уже. Я ж надеюсь у него разрыва есть. Чтоб я все на синих не гонял. А, и он тоже красный. Не, вы просто прикиньте. Какой это уровень удачи. И реально. До кого не дотронься. Со всех все падает. Опять он прыгает. А, кстати, вон он. Вон он, шлем валяется. Почему-то у меня в голове осталось то, что я все-таки шлем поднял. Не знаю. Как так случайно получилось? Но он хотя бы более-менее целый. Вы прикиньте, какой тайминг? Это что такое вообще? Блин, пускай этот бедняга живет. Я еще сначала хотел его сковородкой зафигачить. Но что-то сейчас мне так его жалко резко стало. Но блин, он же по-любому долго грузился. Хотя с другой стороны, когда я долго гружусь, всем пофиг. Меня просто берут и убивают. Надеюсь, этот парнишка не будет стрелять нам в спину. Просто. Вот здание сиди, лутай. И за мной ходить тоже не надо. Я так понимаю, тут уже маловероятно, что босс живой. Но кто-то где-то топает. Что? А мне не показалось, что это именно на крыше топают. Чем? Это что за шестерка на крыше? Мужики, а чего у вас тут происходит? Вопрос. Если шестерка лежит на крыше, то кто под нами бегает? И еще броня. Просто. Еще босс броня. Так. Погнали разбираться с типом снизу. Потом уже будем все помещать, умещать и уходить. А, так это тоже шестерка? Обмен моликами. Скажи, что ты не успел отбежать. А? А ему вообще пофиг? Ну, типа, ему реально пофиг. Дружище, ну правда, деваться некуда. И. Де. Аль? Аль? Но. Нафига ты сюда пошел? Так. Короче. Это мы все собираем. Как-то умещаем. И нам еще надо забрать одного босса. Вот, кстати, все-таки хорошо, что я не в радиацию пошел. Просто я изначально хотел вообще реально в ротку пойти. Ну, думаю, ща в радиацию пойдем, там типа заберем. Вообще не зря тут остался. Вообще не зря тут остался. Просто не зря. Так, че у тебя тут? Тоже? Тоже топ обвес. Блин, ну, если я не ошибаюсь, вот так получше будет. Может быть, тогда ради галочки и этот босс насыпет. Ну, типа как с типов, так и с босса. Даже лутать не будем. Короче, увидимся уже на седьмой карте. И мы опять после начала появляемся. Да что не так? Ну, я знаю, что я люблю свернуть, залипнуть в какой-нибудь там ВК и забыть. Но я не по минуте же так делаю. Не знаю, че не так. Короче, погнали. Остался финальный хорошенький бой. Он в натуре прям под нами. Чего? Ой. Перезарядка. МГшка классная пушка. Вообще ничего не скажешь. Но перезарядка у него. А вот и второй тип. Не, ну это уже фигово на самом деле. Я не хочу тут оставаться. А может быть хаешечку? Конечно, мало вероятно, что попаду. Но залетает же иногда. Нафига, молим. Рашить бы пошел. Больно. Очень. Прям очень-очень больно. Надеюсь, он сейчас не спалит это. Я только что себя в угол загнал. Я думал, палыш сахарей кинуть. Ну что он в тупую тупо стоять будет и ничего не делать. А нифига, у него еще молек был. Что? Он реально не спалил, что я тут? Блин. Все. Все нормально. Все. Он вообще меня потерял. Ну что сегодня с игрой не так. Почему? Кого мы не убьем, типы просто рассыпаются. Я не знаю, что делать. Ровно. Два тела. Начало боя. Все. Четыре шестые шмотки. И как это работает, я реально не знаю. У него один. Прикиньте золото авик. Вот что-что. А золотых авиков я не выпивал в этом сезоне. Не. Фиолка. Не считая сайги высшего, он фиолка. А сайгу высшего уже особо-то и считать нет смысла. Она падает с него просто постоянно. Так, погнали. Я знаю, что еще надо лутануть. Надо еще эту фортовую оружейку взять. Хотя все говорят, что она фортовая, а мне с нее прям вот супер не сыпало. Ну, вот так. Но это же не прям топ лут. Хотя, если ты штурмовик, тебе падает пуля на разрыве, это очень хорошо. Так у нас прям в упоре есть. Чего? Это походу еще один персонаж, который тоже сидит и ждет арсенальчик. Я не знаю, у меня, честно, нет слов. Просто нет слов. А-а-а-а, что делать? Блин, может быть, раз все целое вот так сделать, но типа заныкать. Ну, типа там еще типочек. Туда 100% тоже сейчас идти надо будет. Так, ладно, помчали. Нам еще одного забрать как минимум. По-моему, как-то тихо. Вообще никого нет. Блин, ну я же слышал, работали с этой стороны. Кто куда делся? Причем тут еще и штурмики уже побывали. Воу! Какой кулак! Какой кулак! Это что было? Нет, мужик, нет. Нет, нет, пожалуйста. Это что? Только что, блин, было? Мне надо где-то отхилиться. Мне просто надо где-то отхилиться. Отдай секунду. Вы бы знали, как я сейчас... Блин. Не то чтобы офигел, я просто в шоке, что это такое. И еще две шестые шматки. И танк. Две шестые шмотки и танк. Че-то я сейчас так резко подумал. А нафиг мне этот танк сдался? Ну просто. По-моему, надо это все забрать и пойти на выход. И не жадничать. Иначе я чувствую, может быть такое, что мы элементарно это ничего не засейвим. Просто обвес я скидывать не собираюсь. О! Так вообще идеально. А вот так если... Не фиговая строчка, да? Ну прям вообще не фиговая. Оно все еще как-то поместилось. Вот хорошо, что до выхода всего лишь 200 с небольшим метром. Не знаю. Да, кейсы насыпали в начале. Ну прям крайне спорно. Вроде и хорошо, а вроде и неплохо. И, короче, как-то и не туда, и не сюда. Но просто в плане резов. Я не помню, чтобы когда-то за последние пару недель у нас хотя бы близко что-то подобное было. Так что официально, наверное, это одни из самых лучших каток, которые были в этом сезоне. И, к сожалению, на этом моменте, ребят, мы и будем заканчивать наш сегодняшний серий. И поэтому всем тем, кто досмотрел до самого конца, просто огромное спасибо. Ну и, конечно же, не забывайте про лайк под видео, коммент под роликом и подписчику на канал. Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся, как обычно, завтра. Всех обнял. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok